Всем привет! Меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж20. Итак, я уже сделал такую вот обзорку по маске Crazy Quantum, вот она у меня в руках, которую необходимо подготовить для плавания. Для того, чтобы подготовить ее для плавания, мне потребуется вот такая плавная зажигалка. Надеюсь, она работает, иначе все не получится. Да, она работает, все классно. Мне потребуется фторовая зубная паста, мне потребуется либо вода, либо влажные салфетки без разницы, но я воспользуюсь салфеткой, у меня сейчас с водой здесь заняться, поскольку зима и, в принципе, держать воду здесь нереально. То есть, вот я сейчас протопил, могу, вот видите, раздеты здесь у себя в автодоме, ролики снимаю. А так, хорошими вода, в принципе, если ее себе оставить, она просто замерзнет. Итак, для чего надо обжигать маску? Если вы купили маску, либо вам подарили маску, которая имеет закаленное стекло, вот как вот здесь, на ней, на этом стекле, в процессе изготовления маски остается силикон. Мыть ее после этого, там, обрабатывать антифоулингом и чем-то еще, абсолютно бессмысленно. Этот силикон, единственное, что можно сделать, его можно обжечь. Как происходит обжигание силикона? Берем вот такую, ну, берем любую зажигалку, не перегреваем, для того, чтобы, вот, для того, чтобы стекла не попортить. И чуть-чуть, вот таким макаром, аккуратными движениями, аккуратными движениями прожигаем силикон. Итак, поехали. Вот, берем. Вот. Силикон, когда силикон сгорает, образуется следующая штука, что у вас, вы видите, пятна на маске. Ну, вот сейчас вот я, давайте, сейчас покажу. Вот, будем, буду надеяться, что вот это будет видно. Вот, смотрите. Вот, зажегл зажигалку. Вот, смотрите, видите, вот эти пятна. То есть, и с другой стороны, соответственно, все, вот этого уже нет. Вот, показываю, видите. Это говорит о чем? Вот это вот помутнение, которое вы только что увидели. Это как раз и есть силикон, который обгорал с маской. Почему надо обрабатывать и наружную, и внутреннюю часть маски? Потому что пальцами вы обязательно схватите этот силикон. И с наружной части вы его занесете внутрь. И поэтому здесь необходимо данную операцию проводить. Как с одной, так и с другой стороны. Не надо перебарщивать. То есть, нужно просто, вы видите вот весь процесс, видите, как силикон, только вы поднесли огонь, силикон начал весь расходиться. Это значит, все нормально. Как только этот процесс вот закончен, то есть, вы увидели, что вот вы начали только обжигать маску. Такое пошло вот как, как сказать, как запотевание. Вот это запотевание по мере того, как вы вводите вот этой вот лампочкой, то есть, паяльной лампой пользоваться нельзя. Зажигалкой, вот либо вот такой вот турбозажигалкой, либо обычной зажигалкой. Очень аккуратно. Вы разгоняете силикон от центра к краям маски. И там его довыжигаете. Нужно стараться, чтобы ни в коем случае вы не испортили непосредственно саму маску. То есть, здесь поэтому, говорю, все делаем грамотно, руками. Вот у меня осталось обжечь. Вот это у меня полностью все готово. Вот. Осталось обжечь только вот эту часть. Все. Я обжег маску. То есть, вот сейчас, по идее, у меня на ней я обжег силикон. Все вроде бы нормально. Теперь. Берем зубную пасту. Вот специально, кстати, купил для этого дела зубную пасту. Зубная паста должна быть в торт содержащая. Вот я здесь нашел такую вот зубную пасту. Она стоит копейки. Называется эта вот паста Блиндомет. Активный фтор. Вот именно активный фтор нам и нужен. Активный фтор. Это, скажем так, антипоулинг в готовом виде. Вот. Вот. Мы берем и размазываем по всей маске. Буквально. Размазываем. Размазываем вот этот фтор. Делаем это с одной и с другой стороны. Вот. Вот. У нас получилась вот такая штука. Видите? Вот. То есть зубная паста нанесена на внутреннюю и наружную поверхность стекол непосредственно в маске. После этого, если у вас есть вода, ну, соответственно, нужно давать времени для того, чтобы стекла остыли. Это все-таки каленое стекло. Потом берем и вот я буду делать это влажное салфетками. А если у вас есть, ну, вы, разумеется, это делаете с водой. Просто у меня сейчас, еще раз говорю, воды нет. Берем салфетки. Поэтому я использую влажные салфетки. Влажными салфетками я просто убираю в зубную пасту. Вот таким макаром. Ну, салфетки. Паста пенится, соответственно. Поэтому чуть не одна салфетка потребуется. Лучше, конечно, это водой сделать. Ну, грубо говоря, просто вот воды нет. Есть пивай вонок. Вероятно, сейчас ей и закончу. Если вы делаете это на воде, то, соответственно, у вас этой проблемы не будет. Ну, то есть, если вы это обжигаете, проводите вот это вот обжигание, то есть, я, скажем так, обычно обжигал маски, когда вот первую маску, например, обжигали, когда я пошел на подводную охоту. То есть, вот я ее с собой просто взял. Вот. У меня был приятель со мной, подводный охотник с очень большим стажем. Вот. И первое, это был первый раз, когда я увидел, как обжигаются маски. И все. Ну, это все. Теперь данную маску надо просто вымыть. вымыть ее, соответственно, ну, все, маска. Сейчас это вот салфетки, они мокрые, то есть, влажные. То есть, они, зубной пастой, в принципе, еще зубную пасту, видите, я снял. И все, как бы, нормально. Теперь, перед ее использованием нужно взять шампунь и, как следует, вымыть шампунем маску. И все. На этом процедура подготовки маски к погружению для того, чтобы у вас не запотевали стекла, потому что, я говорю, я ее, ну, думал, что она уже идет обожженная. То есть, была первая мысль, когда я с ней мирнул, что она будет уже обожжена. Нифига. То есть, итальянцы этот вопрос, процесс решили оставить непосредственно пользователям. Вот. Поэтому здесь, как бы, картинка такая. Но, если эту операцию не сделать, то вы вообще не сможете к ней нырять. Это будет просто, это будет кошмар идти в улицу. Это, значит, у вас будет постоянно запотевшие стекла, вы будете там воду туда подливать, там, или еще что-то. Но, я говорю, это, 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 это сюрреализм. То есть, это будет не тренировка, это будет просто извращение. Подобные операции рекомендуется проделывать смазками, ну, вот, имеется вот именно в таком сочетании. Рекомендуется проделывать смазками раз в год или по мере необходимости. Потому что, все равно силикон и грязь, какую-то, допустим, с рук, вы ее все равно замещаете. И, как еще раз говорю, обязательно обрабатывать как наружные стекла, так и внутренне. Потому что, вы, если, допустим, вот силикон, это такая хрень. Вот, почему говорю еще раз, что вы все равно руками нанесете его. Например, вы одеваете моноласты, вы одеваете ласты, вы пользуетесь силиконовым спреем. Силикон на руках, в маску, хоп, стекло начало потеть. Все. То есть, убрать его, вот, единственный способ, который позволяет ее оптимально убрать. Но, еще раз говорю, это такая фишка, работает только с масками из закаленного стекла. Если у вас, например, вот как у меня, вот эта вот полумаска, пластиковая, если вы на нее направите огонь паял, вот эту вот лампу, то, в принципе, вы простите со своей маской. То есть, вы просто ее расплавите. То есть, еще раз говорю, работает только исключительно на натуральном стекле. Исключительно маска, ну, вот такого плана, то есть, который имеет закаленное стекло. Если стекла пластиковые, ни в коем случае, ничего не делать. Покупаем антифоулинг, либо, допустим, просто моем пластик. С пластиком, кстати, вот следующая фишка. Просто берем, моем его, как следует, шампунью, моем, как следует, лицо шампунью. Вот. Нагреваем в воде, допустим, в бассейне или в водоеме, кладем маску, чтобы она нагрелась до уровня воды. Соответственно, чтобы соответствовало лицо, у вас уже, когда плавает, когда приедет, то есть, оно уже тоже подошло по температуре, когда прибыли, когда приблизилось по внешней поверхности, то есть, не идет от передачи тепла от тела и, наоборот, холода или тепла от масок. Не происходит процесс вот этого запотевания. И все. И спокойно плаваете. Так что, как еще раз говорю, вот таким образом производится обжигание маски перед первым использованием. Вероятно, ни один производитель, но, вот говорю, была надежда, что не придется этого делать, что здесь все классно. Ни хрена. Вот. Такая ситуация. Сейчас я сниму еще несколько роликов. Время у меня есть. Буквально еще полчаса четко есть. И поэтому подпишитесь на канал, ставьте колокольчики. Ролики будут укладываться в полном в бардаке, как обычно, то есть сегодня один, завтра другой, завтра третий. Но вот таким накаром они будут укладывать сегодня. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых роликов. И, собственно говоря, спасибо за внимание. Надеюсь, это было для вас очень познавательно. Это важная тема. Потому что запотевшая маска может обосрать вам любое погружение и любую охоту. так что обращаем на это дело внимание. Все, спасибо за внимание. До свидания.